У него не было ни денег, ни ключа, ни квартиры. У него не было ничего. Звали его Остап Бендер. Во время революции и последовавшего за ней краткого периода военного коммунизма, многие прятали свои ценности как можно надежнее. И вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов, Барин! Из Парижа! Здравствуй, Тихон! Вовсе я не из Парижа. Что это тебе в голову взбрело? Бывший старгородский предводитель дворянства и светский лев, а ныне скромный делопроизводитель ЗАГСа, узнает от умирающей тещи, что некогда она спрятала свои бриллианты и жемчуга в общей сложности на 150 тысяч золотых рублей по добивку одного из 12 стульев гостиного гарнитура работы известного мастера Гамса. Я спрятала бриллианты в стул. Ваши бриллианты? Да почему же вы не отдали их мне? Бросив все, Воробьянинов бросается на поиски стульев. В чем ему, конечно же, не бескорыстно, берется помочь молодой авантюрист, великий комбинатор Остап Бендер. Найти следы разрозненного гарнитура непросто. Не облегчает положение и то, что перед смертью чеща Воробьянинова открыла тайну сокровищ и своему исповеднику, отцу Федору, всю жизнь мечтавшему о собственном свечном заводике в Самаре. Одни актеры, снявшиеся у Гайдая, сразу становились его любимчиками. Другие, несмотря на явный талант, удостаивали всего одной роли у Метро. В этом видео я вам расскажу, почему так получилось. У всех режиссеров бывают любимчики. Например, Эльдар Рязанов, чаще других снимал Олега Бесилашвили и Андрея Мехкова. В фильмах Георгия Данелия мы почти всегда видим Евгения Леонова. А некий-то Михалков сначала отдавал предпочтение Юрию Богатырёву, а потом его фаворитом стал Олег Меншиков. А Леонид Гайдай, конечно, у него тоже были любимые артисты. Кого-то он снимал часто, а кого-то, словно взмахом волшебной палочки, возносил на вершину успеха, а потом забывал навсегда. Например, Андрей Миронов, с таким блеском сыгравший Гешу Казадоева в бриллиантовой руке, больше не появился ни в одном фильме Гайдая. Почему? Из уважения только к вашему дворянскому происхождению, я готов работать за жалкие какие-то 40%. В 1970 году Гайдай начал пробы на роль Остапа Бендера. Планировались съемки «12 стульев». Одним из первых приглашения на пробы получил Андрей Миронов. Все в его окружении не сомневались, роль будет его. Ведь всего год назад Миронов покорил публику ролью Казадоева в бриллиантовой руке. Но пробы были пройдены, а вызов на съемки все не приходил. Потом Миронов узнал, что Гайдай продолжает пробовать других актеров. Он понял, ему не светит. Было непонятно почему. Ведь Гайдай, казалось, имел возможность убедиться профессионализме актера. Режиссер искал на роль Казадоева партнера, который стал бы достойной парой Папанову. На Гешу пробовались Георгий Витцин, Михаил Пуговкин, Валерий Носик. Все не то. Миронова Гайдай увидел в театре, в постановке «Интервенция» и сразу подумал «Готовый бандит». И актер не подвел. Геша в его исполнении просто идеален. Яркий, живой, со своим характером. Кроме того, актер поразил Гайдая своей редкой работоспособностью и серьезным отношением к делу. Казалось бы, вот он, готовый бендер. Но режиссер посчитал, что такой выбор будет чересчур предсказуемым. И зрители будут видеть на экране не Остапа, а Гешу. Ведь не было в стране человека, который не посмотрел бы «Бриллиантовую руку». Поэтому выбор пал на Арчила Гамиашвили. А что же с Мироновым? Почему он так и не появился больше в комедиях Гайдая? На самом деле, Леонид Ивович хотел его снять в роли Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А Ивана Грозного должен был играть Юрий Никулин. Но Никулин отказался. Его место занял Юрий Яковлев. А с ним в паре Миронов не смотрелся. А потом Миронов все-таки сыграл Остапа Бендера. Но не у Гайдая. А у Марка Захарова. Ну а теперь, пошел вон. Но вы, дамский лебенец, я попробую связаться с беспризорной агентурой. Так выше голову! И это стало болезненным ударом для Гайдая. За этим фильмом последовали невероятные приключения итальянцев в России. На 9 миллиардов! Исходные цифры отлично делятся. Слушай, удивляюсь, как вы нахально делите мои деньги. Воровство! Я не желаю с этим иметь ничего общего! Эльдара Рязанова. Творческий путь Миронова сложился весьма успешно. Но уже без Гайдая. Да, ты считаешь. Простенько и со вкусом. Но жить с такими волосами в Советской России не рекомендуется. Почему? Придется сбрить. Это невозможно! Выбор Бендера должен был стать выстрелом в яблочко. Это Леонид Ивович хорошо понимал. Поэтому пробовал очень много актеров. В их числе Валентин Гафт, Олег Борисов, Евгений Евстигнеев, Алексей Баталов. Говорят, даже Муслим Магомаев проходил пробы. Наконец режиссер увидел то, что хотел Владимира Высоцкого. Он полностью соответствовал роли. Это должен был быть успех. Но, как рассказывали, подвела склонность Высоцкого к зеленому змею. Он ушел в штопор и пропал из Москвы. По другой версии, кандидатуру Высоцкого отвергли чиновники. Что из этого правда, а что выдумка, теперь уже не узнать. Только Гайдаю пришлось искать другого Бендера. Пока. Не смей больше обременять вас своим присутствием. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? Услышав, что в Грузии с большим успехом идет спектакль «12 стульев», Гайдаю поехал посмотреть. И был очарован Арчилом Гомиашвили в главной роли. Режиссера не остановили даже судимости, имеющейся у актера. Когда-то в юности Арчил срезал кожаную обивку с сидений в кинотеатре и продавал их, за что и отсидел положено. А что, вполне бендеровский бизнес. Грузинского актера немедленно ввели в фильм. Он даже не успел выучить свой текст. Приходилось это делать буквально на ходу, перед самым началом съемок. И все шло хорошо. Только вот на площадке столкнулись два лидера. Гомиашвили, горячий грузинский парень, не выносил, чтобы им командовали. А Гайдай жестко пресекал его попытки внести в роль что-то свое и требовал прекратить кривляться. Все семь месяцев, что шли съемки, они с трудом терпели друг друга. Конфликт назревал и окончательно созрел, когда работа была окончена. На прощание актер и режиссер обменялись уничтожительными комплиментами и разошлись навсегда. Даже озвучивать Бендера Гайдай пригласил другого актера. Впрочем, в любом случае, для Арчила Гомиашвили эта работа стала счастливым билетом. Гайдай сделал из него звезду. Поиски мадам Грицацуевой зашли в тупик. Больше других подходили Наталья Гундарева и Нона Мордюкова. Но Гайдай не видел ни к той прелести простушки вдовы, которая была свойственна героине романа Ильфа и Петрова. Однажды он увидел, как пухленькая домовитая женщина заботливо кормит мужа. Звука оператора Владимира Крачковского. Она всегда приносила ему на работу обед и горячий чай в термосе. Именно такую женщину он и искал все время. Крачковская правда сначала даже плакала от обиды. Прочитав сценарий. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. И платье подходящего размера в костюмерной не нашлось. Костюмерша съязвила. У нас нет чехлов для танков. Но все это были мелочи. И скоро Наталью Леонидовну начали снимать. Самоотверженность Крачковской достойна уважения. Ведь она сама выполняла все сложные и даже опасные трюки в эпизоде погонь за Бендером в редакции. Потому что дублерши такой комплекции просто не нашлось. Помните, как она едет лежа по ленте транспортера и застревает болтая ножками? После оглушительного успеха 12 стульев, Крачковская стала настоящим талисманом для Гайдая. Он снимал ее почти во всех своих последующих комедиях. Откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Сулеймана Берта Марии Бендербея? Берта Марии Бендербея. Чепуха какая-то. Сергей Филиппов ради Гайдая бросил пить. К моменту встречи этих двух талантов Сергей Филиппов был уже признанной звездой. Специально на него в Ленинградском театре комедии ставили спектакли. Только вот актер отличался сложным характером. С некоторых пор он так пристрастился к спиртному, что то и дело уходил в запой, срывая постановки. Его много раз прощали, но однажды чаша терпения переполнилась, и Филиппова уволили из театра. Ролей в фильмах не предлагали, популярность известного комика угасала. И вот тут-то в его жизни появился Леонид Гайдай. Он предложил актеру не просто роль, а главную, кисы Воробьянинова, в паре с Арчилом Гамиашвили. Сергей Филиппов был очень благодарен режиссеру, ведь рука помощи, протянутая им, оказалась как нельзя кстати. И Гайдай снял его потом еще в семи своих картинах. И Сергей Филиппов, которого многие считали безнадежным пьяницей, ни разу не подвел любимого режиссера. На время съемок он совершенно прекращал пить. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин